Всем привет! Выбрался сегодня поснимать макро на природу. Давно не выходило, наверное, целый месяц. Но, к сожалению, у нас сейчас погода не очень способствует съемке насекомых, потому что, несмотря на то, что безоблачный день сегодня практически, солнце ярко светит, но, к сожалению, очень сухо и достаточно прохладно. То есть в тени достаточно холодно, ветер холодный, и поэтому как-то насекомых особо нету. К сожалению, сегодня, скорее всего, ничего не удастся мне снять. Ничего страшного, приеду в следующий раз, наснимаю чего-нибудь еще. К сожалению, как я и предполагал, мне толком ничего не удалось найти, к сожалению. Поэтому я взял заготовленный материал. Вот у меня в пробирочке есть такое домашнее животное, очень интересное, иногда оно в квартирах встречается. Это книжный ложно-скорпион. Значит, вы могли его и не видеть, может быть, он у вас не водится, но в некоторых квартирах встречается. Это очень-очень маленькое животное, 3 где-то миллиметра, плюс-минус, да, может быть, меньше, может быть, чуть-чуть крупнее. Ну и, собственно, я решил его взять на съемку, поснимать. Я вообще рассчитывал, что найду на природе колембол или каких-нибудь клещей, которых он теоретически может кушать, и, собственно, вот такой интересный сюжет снять. Но, к сожалению, из-за того, что сухо и прохладно, я никого не нашел, ни колембол, ни клещей, поэтому поснимаю его просто как он бегает где-нибудь по веточке или деревцу. Давайте посмотрим, как это происходит. Друзья, чем интересны ложно-скорпионы? Ну, во-первых, тем, что у них глаз нету совсем. Орган зрения у них редуцирован за ненадобностью, и вместо него у него очень хорошо развито осязание. Вы видите, что у него на клешнях есть волоски. Эти волоски у него выступают как рецепторы, и он ими осязает все вокруг, вплоть до движения воздуха. Настолько они у него чувствительны. Вот эти клешни, они выполняют функцию не только осязания, но еще и захват добычи. То есть, в принципе, такие же функции, как у обычного скорпиона. К сожалению, не получилось у меня найти ничего, что можно было скормить этому ложно-скорпиону. Но ничего страшного. Я думаю, что снимаю я его не в последний раз. Возьму в пробирку, отнесу домой, пускай живет у меня дома. Если еще раз на глаза попадется, эта осыпь или какая-то другая, я думаю, что я ее снова возьму на природу и уже сниму какой-нибудь интересный сюжет. Опять же, как и у обычных скорпионов, у ложно-скорпионов роль клешней выполняют педипальпы. Это ротовые придатки, которые трансформировались в ходе эволюции вот в такие щупальца. Клешни. То есть, это не нокик, с помощью которых ложно-скорпионы и скорпионы бегают по почве или каким-то другим поверхностям, но именно они выполняют, именно ротовые придатки, которыми они выполняют функцию захвата добычи, а в случае ложно-скорпионов еще и осязательная функция. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok